Приветствую всех, дебют, однако, поисками диспенсера для воды я занялся еще с прошлого года, когда после травмы позвоночника понял, что бутыль в 18-м девятом литров не под силу моему организму, чтобы установить его на кулер. Были варианты диспенсеров для установки на емкости в 18-м девятом, 10 и 5 литров. Варианты, как без, так и с аккумуляторным питанием. Все замечательно, но внешний вид мне не очень нравился. Согласитесь, бутыль с водой 5,7-19 литров стоит у вас на столе, стулья, полке. Не совсем эстетично. Задался вопросом, есть ли вообще диспенсер для воды с установкой на стол, но естественно искал у наших китайских друзей. Нашел, правда, только у одной компании Камджова. Бренд с таким оригинальным названием Камджовы появился еще в конце 80-10 годов в Китае. Его создателем является Хайлея Групп Ко, один из китайских лидеров по производству заварочных чайников нового поколения и автор более 100 патентов на изобретение. В ассортимент группы производителя входит абсолютно все, что может пригодиться для чаепития, от чайника типа да, его еще называют проливным, до наборов пиал. С недавнего времени в ассортименте компании появились оригинальные диспенсеры с установкой на стол, об одном из которых я хочу вам рассказать. Заявленные технические характеристики, модель, Камджова 0,9 рублей. Напряжение питания, 12 В. Мощность, 10 В. Габаритные размеры, 130 умножить на 115 умножить на 80. Остальные характеристики выясним в процессе тестирования. Начнем сначала. Отправка со склада в Россию Илм, доставка 5 дней до Заурали. Упаковка многослойная, практически непробиваемая. Внешний вид упаковки, комплектация, хоботок из нержавейки. Панель, управление и функция. Для включения прибора нужно нажать дважды, с интервалом не более 2 секунд кнопку включения. Для включения режима набора воды, дважды сенсор кнопки с нужным объемом, двойное нажатие исключает ложное нажатие, так как сенсор. Я, как старый радиолюбитель, не удержался от расчлененки. Под резиновыми ножками простой крест. Составные части прибора. Индикация выполнена на светодиодной матрице оранжевого свечения ЭХС-332 ОСА-3, 5 специализированная матрица, дата выпуска платы, июль 2016 года. Вполне обкатанная сборка. Сенсоры действительные, не квазисенсоры. Незадействованный разъем ПРО, возможно датчик объема жидкости, не стал заморачиваться даташитом на чип, возможно не так. Чипсет микроконтроллер HALTEC BS83B16A3. Перевод даташит, эти устройства представляют собой серию 8 разрядных высокопроизводительных микроконтроллеров RISC с флэш-памятью и полностью интегрированными функциями сенсорных клавиш. Со всеми функциями сенсорных кнопок, предоставляемыми внутри, и с удобством функций мультипрограммирования флэш-памяти, этот диапазон устройств обладает всеми функциями, чтобы предложить дизайнерам надежное и простое средство для внедрения сенсорных клавиш в приложениях своих продуктов. Чип, насколько я понял, заточен на обработку сенсорных внешних устройств с учетом программирования. Его же микропрограмма отвечает за объем наливаемой жидкости, мое предположение, даташит для гуру, www.holtec.com, documents, 10179А11617111, BS83BGASACSA34V161. PDF, изначально. Имеем данные, что устройство наливает жидкость не по объему, а по алгоритму. Скорее всего по времени, тесты ниже, 0,5 литра, 0,8 литра. Тест на неограниченный налив показал, что наливается, по индикатору, не более 1,2 литра, затем налив прекращается. Выполнено, скорее всего, для того, чтобы избежать случайное нажатие. Нельзя налить более 1,2 литра. Внимание, тестирование выполнено, когда источник находится на уровне прибора. В случае, когда источник ниже прибора на 90 сантиметров, отклонение в наливе составляет, минус 50 миллилитров. Скорость набора воды по тестам составила, 2 литра в минуту. Прибор в интерьере. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok